Так, расскажу вам сейчас о проекте, который мы прямо сейчас реализовываем, точнее мы прямо сейчас утверждаем с клиентом предзаказ на часы. Значит, написал нам клиент, он нашел нас где-то в инстаграме, он сам из Бразилии и сказал, что хотел бы сделать индивидуальный проект и прислал вот такой вот референс, что вот условно что-то подобное, как это, с его какими-то значениями. И сейчас я вам более подробно расскажу и покажу, как реализовывается индивидуальный проект, как он утверждается через эскиз и все по этапам покажу. Проект на самом деле достаточно сложный и тут прям я решил записать по свежей памяти, потому что условно когда мы закончим часы, я наверное уже не буду помнить половины, как мы это утверждали. Поехали, значит, вот такие референсы он нам прислал, это какой-то корпус, гравировка, типа что-то подобное, но он хочет символы, чтобы были викингов. Вот, я ему показал наши проекты, которые мы делали, вот один из проектов, вот такой вот ореол, тут получается символы и золото, это все золото, сделана всечка вручную. Я ему прислал референсы, просто показал наши проекты, которые мы делали, и он сказал, да, все, зашибись, и начинаем делать. Вот здесь бы он хотел свой круг, ну то есть он мне там начал объяснять само техзадание, дальше я вам сейчас покажу. Вот я ему прислал ссылку на эскиз, у нас есть на сайте 300 долларов стоит разработка циферблата, и вот, условно, паток мы разрабатывали, вот так вот он выглядел вживую. Тут мы делали череп, вот вживую, вот роликс, это рисунок художника, и после этого уже идет то, что у нас получается. Вот, я ему прислал, он его оплатил, и дальше поехали, само техзадание. Значит, получается, стрелки как мечи, я дальше вам сейчас картинки покажу, потом на часовые метки идут символы какие-то, в центре идут две вороны, и на 6 часов там будет усложнение фазы луны с волками. Один волк, по-моему, хочет съесть солнце, а второй, или там, один волк солнце, а второй волк луна. Вот, референс, такого рода должны быть стрелки, вот, 1, 2, 3, 4, до 12, вот такие вот должны быть символы на часовых метках, вот эти вороны должны быть в центре, вот, волки на 6 часов, фазы луны, еще, и тут он что-то дописывал, плюс еще по корпусу, но это чуть дальше мы перейдем. Вот референсы, то есть он еще по поводу корпуса, то есть что-то подобное, вот как вот это древо, оно должно быть гравировка по корпусу. Это, вот, я ему прислал, еще он спрашивал, можете прислать эскиз, то есть вы делали гравировку по корпусу, я ему вот этот проект прислал, чтобы он посмотрел, и вот уже первый эскиз, который мы сделали. Значит, изначально я не понял по поводу фаз луны, я думал, что мы сделаем на обычный этаж 6498, и на 6 часов там будет просто секундный круг. И мы ему сделали так, он сказал, что нет, типа на 6 часов должно быть, да, должно быть фазы луны, ну вот в целом, вот, плюс-минус так наш художник увидел его эскиз, то есть в центре вороны, на часовые метки, те символы, которые он нам прислал, на 6 часов два волка, ну и плюс малые наша часовая студия, и уникальные часы внизу подпись. Он сказал, что нет, это фазы луны нужно зачеркнуть, и вот показал пример. Это прям переписка, вот я вам сейчас по переписке это все рассказываю. И потом мы отдельно должны были нарисовать, он сказал, что они должны быть чуть по-другому, вот мы отдельно нарисовали ему круг фаз луны, и сделали вот это вот закрытие, как он просил, солнце, луна. Он сказал, что здесь добавить луну и чуть-чуть подправить сам этот, подправить сам, ну вот этот внешний диск. И также убрать все надписи. Так, и плюс уменьшить ворон он просил. Луну добавили, потом он подправил челюсти у волков. Так, все, мы здесь уменьшили ворон, убрали надписи, и челюсти еще не подправили, но в целом сделали то, что он хотел. Здесь уже подправили челюсти, как вы видите, солнце есть, луна есть, и вот и стрелки мы уже сделали. Стрелки он попросил, нужно чуть-чуть поменьше, чтобы они были. Потом вот мы уже начали рисунок по корпусу. То есть он попросил накидать какие-то узоры, узоры викингов, условно, на сам корпус. Мы ему различные, то есть не мы, а Александр, художник, накидал. Потом вот здесь мы уже стрелки подправили, и дальше узоры. Он сказал, еще тоньше стрелки сделать. Плюс он сказал, задний фон сделать серебряным, а стрелки делаем золотого цвета. Потом он сказал, в центре здесь должно быть древо, то есть в центре должен быть вот этот узор, как у древа. И то есть древо в центре, а по бокам должны быть вот этот корень. То есть в центре древо, а по бокам должен быть вот этот корень дерева. так здесь на заводной головки тоже прислал отдельный эскиз вот этот он должен быть тут мы подправили то есть мы сделали фон серебряным стрелки золотые здесь он ему все устраивает и здесь мы сделали заводную головку сделали тот рисунок заводную головку мы сразу утвердили он сказал все заводная головка есть тут центре опять снова то есть дерево попробовать он присал еще раз тут мы вот как раз мы сделали получается по центру сделали древо слева и справа мы сделали вот этот кор корень древа он сказал что корни перевернуть мы их перевернули дальше он сказал уменьшить корень вот здесь здесь корень покрупнее здесь мы уменьшили уже дальше чтобы корень соединялся с этим с остальными узорами и целом все узоры соединялись потом он здесь по камышу также говорил, но потом в итоге он говорит, нет, давайте все-таки вот этот эскиз будем пробовать, давайте перейдем на другой, в итоге мы переходим на другой совершенно рисунок, то есть оставляем центр древа и делаем другой рисунок, чтобы это все соединялось, и вот этот эскиз мы уже утвердили. Потом он говорит, вот здесь вот, там где у нас крепление ремешка нужно сделать также узор, я ему предложил сделать узор такой, чтобы не выбиваться из общей тематики, сделать такой же узор как у нас идет на крепление ремешка с другой стороны он показал свой там пример и вот мы здесь уже сделали этот эскиз мы утвердили он сказал что давайте на безеле еще там сделан нанесем рисунок вот здесь вот без проблем он у него длинное имя и это имя мы он сам перевел на на руны викингов и вот так вот его пишется имя тут мы уже ему механизм показал который мы нашли это 2824 с усложнением на с фазы луны и здесь мы уже нанесли его имя он сказал что нужно чтобы все все имя помещалась самом низу а верху чтобы была пустота мы его принесли тут была ошибка плюс мы уже сделали с самим эскизом циферблата который мы уже утвердили вот он горит нужно чтобы 1 2 3 4 то есть имя шло по порядку что художник там раскидал эти эти фразы вообще в своем порядке как ему было удобно в конфу ну в плане компактности на самом рисунке потом он здесь говорит нужно сделать две стрелки вот такая вот стрелка чтобы одна и другая мы ему сделали наверху стрелки внизу сделали имя его как она пишется в правильной последовательности вот еще раз стрелки стрелки он говорит стрелки должна быть одна к другой и сверху идет как бы такие перья сделали стрелки в итоге потом конце он говорит нет я типа нашел рисунок давайте попробуем этот рисунок сделать на безеле все и типа тот то что мы делали уже отменяется и тут идет вот этот рисунок этот рисунок мы утверждаем в итоге и тут еще две линии вокруг этого рисунка идут все вот это вот утвержденный эскиз по часам который мы сейчас получили значит сейчас нам осталось единственное что это механизм найти тот механизм автоподзаводом он не хочет он хочет чтобы был ручной завод потому что он хочет сделать еще дополнительный рисунок на механизме то есть гравировку на механизме в целом то есть это будет проект в корпусе 41 миллиметров асимметрию мы часто делаем в нем там два сапфира влагозащита сталь гравировка чернение циферблат естественно серебро тут будет покрытие черный родий по золото плюс отдельно будет диск делаться и в целом цена такого проекта в районе шести семи тысяч долларов без учета стоимости самого эскиза вот сейчас мы найдем механизм утвердим еще рисунок на механизме и он делает предоплату 30 процентов и мы начинаем делать данные часы срок производства данного проекта приблизительно приблизительно где-то 4-6 месяцев ну может быть быстрее там в зависимости от загруженности сейчас достаточно много проектов поэтому работы хватает вот я вам хотел подробно рассказать если вы хотите что-то подобное для себя заказать индивидуально можете нам написать и мы с вами сделаем какой-нибудь сотворим часовой проект в единственном экземпляре по вашим идеям и мотивам